Господи Иисусе Христествене Божий, помилуй меня грешным. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, милосердный Создатель, за прошедшую ночь. Благодарим Тебе, Боже. Дивна милость Твоя. Благослови народ Твой. Найди новая душа. Аллилуйя. Боже, будь милостив ко мне грешным. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть всякого истину блажитете Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, счастнейшую херувим и славнейшую воистину, Серафим. Безысление Бога, Слово, родишу и сущую, Богородицу Тебе, речаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, повелуй, Господи, благослови. Воскреса измертый, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причистия Твоя Матери, силы щаснагожетворящего Креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благо и си человека люби сами. Боже, милостью будем негрешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Царю Небесный, вытешивай души истины, и живи здесь и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселись в нас и очисти нас от всякой скверной. Спаси благие души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Сына небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, Яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущен и дашь нам днесь, и остави нам долги наши, Яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лука вагом. Ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки. Аминь. Оставши от сна, припадаемте блажь. Ангельскую песню пьемте сильный. Свят, 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 Иси Божия, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, возлил мне си Господь умой, просвети и сердце. Уснемо и отверзиво, ежепетите Святая Троица. Свят, 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 Иси Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет. И каего же деяния обнажаться. Но страхом зовем к полуночи. Свят, 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 Иси Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Ко многера Твоя благость и долготерпение не прогнелся на меня лениво и грешно, не погубил меня с беззаконием моими. Но человеколюбцал, если обычно, и вничай, нележащего, возвиг мне и си. Воеже утрените, славослойте державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста, поучатите слаби всем Твоим. И разумейте заповеди Твоя. И творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем. И воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа. Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся, цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, Христу цареве и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу. Цареве и Богу нашему. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Псалтирь. Псалом 13. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро. Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, делаясь равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там вы боятся, а не страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Кто даст все на спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Яков, и возвеселится Израиль. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Евангелие от Матфея, глава 13. «Выйдя же в день тот из дома, и Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сел, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на место акаменисты, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, а одно во сто крат, другое в шестьдесят, а иное в тридцать. Кто имеет уши, слышит, да слышит. И приступив, ученики сказали ему, «До чего притчами говоришь им?» Иисус сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет, и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны вочи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть то, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь, перегонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Другую притчу предложил Иисус им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда зашла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы дома владыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг-человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли, мы пойдем, выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдержали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы». И во время жатвы я скажу женицам, «Соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в жительницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал Иисус им, «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». «Все сия Иисус говорил народу притчами и без притчей не говорил им, да сбудется речено через пророка, который говорит, «А отверзу в притчах уста мои изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус отпустил народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали, «И здесь не нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя и сын человеческий. Поле есть мир, доброе семя это сыны царствия, а плевел это сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы. Посему, как собирает плевел и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут и царствуем все соблазны и делающих беззаконие. И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Еще подобно царство небесное сокровище, вскрытое монополе, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, которые, когда наполнился, вытащили на берег, и все хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. И зайдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную, там будет плащ и скрежет зубов. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят, вот так, Господи? Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный царству небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус прищи сии, пошел оттуда, и придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотника плен сын, не его ли мать называется Мария, братья его, Яков, Иосия, и Симон, и Иуда, и все это, и соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк бесчестия разве только в отечестве своем и в доме своем и не совершил там многих чудес по неверию их. Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас. Доброе утро. Здравствуйте. Вы хотели что-то спросить? Да. Я слушаю вас. Вы члены служитель? Церковь служитель, да? Я не понял, еще раз. Вы служите церковь? Это утренняя молитва. Я встал, утренние молитвы прочитал из Псалтирии и из Евангелия. А вы не священник, реально? Я не священник, брат у меня священник. Сегодня у нас прощенное воскресенье один раз в году. Потому что я знаю. Ну и поэтому я подготавливаюсь. тут один остался, брата, там, другой брат, положили в больницу, что-то у него. А брат у меня 3 февраля исполнилось 40 лет, как он священником. К нам митрополит приезжал. У нас это все стоит в ютубе. Ютуб называется «Воскресенье Библии». У нас 14 300 роликов там. Мы строим православную деревню с нуля. А это где вы строите? А где строите? Ну, это Алтайский край. Я сейчас в Барнауле нахожусь. А это в районе. Отсюда 150 километров. В России погибло, полностью погибло 21 тысяча поселения и 10 тысяч, которые там 2-3 человека. То есть это не просто так. Тут выступала в законодательном собрании депутат от КПРФ Нина Данилова. Она говорит, это не просто на карте исчезло. Это мы теряем землю государства. Тут и так понятно. Что непонятно? Возьми на востоке китайцев сколько? А здесь в Москве южные народы сколько их? А что удивляться? За время перестройки в России сделано 120 миллионов абортов. Это государство уничтожено. И правители смотрят. Вот сегодня статистика говорит, что у европейцев даже еще меньше есть. 1,8 детей. А у мусульман 8,1 У каждой мусульманки главный лозунг подарить Аллаху 5 сыновей. Вот у нас в семье отец инвалид войны был, пришел, бедно-бедно жили, но у нас 10 детей было, 5 сыновей, 5 дочерей. Вот у меня у дедушки тоже 9 детей было. Ну вот это жили как-то. У бабушки у нашей 14 было, ну, там умирали, было, что условия-то были другие, но народ-то был крепкий, там не вытаскивали в больницу, умер, умер, а там еще их много. Конечно. Поэтому вот верили люди. А я думал, вы служите церкви, из-за этого я хотел вам вопрос задать. Ну, это домашняя церковь называется, домашняя. Вот такие дни, я сегодня рано встал, потому что надо подготовиться тут все. А так мы обычно собираемся здесь, а церковь у нас рядом. Тут такое дело. Я когда вернулся из заключения, за слово Божие, это, из лагеря, в 87 году, ну, это было не реабилитация, а помилование. В 87 году, 15 марта, решение Президиум Верховного Совета СССР, политзаключенных, освободить, а нас верующих по политической статье гнали. Вот. Ну и 210 человек освободили по всем тюрьмам. Я вернулся, когда, ну, раз освобожден, я опять стал хлопотать. Я до этого, когда садили, насчитал 50 книг верующих, Библию насчитал, а потом распространил. Но среди божественных книг распространил Кипелаг ГУЛАГ Солженицына, стихотворение против Ленина и брал интервью репрессированных. Ну, а теперь, когда я уже был уже реабилитирован, уже в 94-м году только реабилитация пришла, я подал в суд, у меня изъяли много. Это фанатейка, огромная, самая большая в мире, видимо, была. Это стоило 11 миллиардов рублей по тем деньгам. Ну, и 11 лет шел суд. И мухлюет, обманывает. И, наконец, я его выиграл. А у государства рассчитывается нечем. Они сделали КГБ в стороне, а ответственна городская администрация. А у них платить нечем. И Бог дал такого судебного исполнителя, женщин, она говорит, арестовывает все счета. Ни один бюджетник, ни один учитель не получит ни рубля, пока Слабкиным и Игнатием Тихоновичем не рассчитаетесь. Ну, и мы предложили им недвижимостью. И вот в это место, где мы сейчас находимся, Барнаулия, тут я смотрел, предложили два места. Главное, одно место, где краевой суд был, прямо я в окно вижу, где меня судили. А другое, на горе, где тюрьма была, два места. Интересно как. Ну, я думаю, тюрьма это уже конец, а суд еще куда пойдет. Ну, и тут центр города. Ну, и я согласился, приехал мэр города, а мэр города, он входил в десятку лучших мэров России. Корреспонденты тут все засняли. Большая статья в губернской газете была, называется, Лапкин предпочел храм недвижимости. И мы здесь, два домика, два деревянные домика, в одном мы храм сделали, а мы зарегистрировались православной, но от русской, православной, зарубежной церкви. Это царская, которая в эмиграции была, которая с коммунистами никакого дела не имела. А мы были против того, что коммунисты орудует в церкви, своих попов ставят, КГБ все везде. И поэтому мы им не подчиняемся. Но отношения, сейчас к нам приезжает их митрополит, служит, мы у них в храме молимся, но мы им не подчиняемся. То есть, они сейчас вот головина Владимира задушили там, все, теперь ткачевом занялись, они кидаются друг на друга. Я говорю, почему мусульмане друг друга не съедают? А у нас отношения с мусульманами хорошие, а они меня долбят, ты все хвалишь, мусульман. Я говорю, так есть за что хвалить-то? Как они девиц своих сохраняют, а у нас в общем так же одеты, как в хиджабах все, но только два платка, все закрыто, ни одной волосинки, даже маленькие ребятишки. Вот вы зайдите, если во свете Библии, называется во свете Библии Игнатий Лапкин, и вы увидите. Я попутно говорю, вот мы идем когда по улице после моления, то есть женщины, а тут работают там туркмены, узбеки, они увидят, о, наши сестры идут. Мы говорим, это православные. Не, православные не так, у них платья до полу, идут, ну, красота одна смотреть-то. Ну, все одеты, белое, все сияющее такое, все веселые, радостные. Вот это православие настоящее, когда сердце открыто для всех. Я вот вернулся, когда у меня большой опыт, я 56 лет проповедник, миссионер, ну, и сотрудничал с местной тюрьмой. Там идем по камерам с сопровождающим, и там бывают мусульмане сидят по разным делам там, где-то что-то, драка или, не знаю я. И мы, в первую очередь, старались им помогать. Почему? Потому что другая обстановка, другая пища, другие люди, чтобы он не отчаялся. Ну, как могли, чем могли. Он ни в какой ситуации не должен отчаиваться. Вот мы, когда ездили... Бог дает, Бог и забирает. У нас миссионерская поездка была, а у меня вышло из печати 38 томов книг, а то не брошюры, по 752 странице книга. Я преподавал одновременно, вел занятия в пяти университетах, в 13 школ, три программы вел, много вопросов. Ну и книги вышли, Господь помог издать. Я решил подарить их библиотеке мира. И мы отсюда, с Барнаула, доехали до Владивостока, порт находки, Тихий океан. Потом забросили груз в 4,5 тонны границы и два или три раза прошли за границей. Прошли Турцию, здесь шесть мусульманских республик. Прошли до Лиссабона, Португалия. Прошли к Скандинавию и Прибалтику, и Север. 650 городов посетили. И везде я дарил полный комплект. А полный комплект 750 евро стоит подарить. А у меня пенсия сейчас, в данный момент, вот на сегодня, на 11 марта 2019 года, 8141 рубль 33 копейки. А 35 лет стажа у меня трудового. А нигде не давали работы, только вне ведомственной охраны, при милиции, чтобы я все время был под присмотром. Ну, я не голодный. Но главное, что, когда мы ездили, то в Азербайджане, в Баку мы ночевали, остановка была в доме Муллы, у мусульманина. И вместе ходили в мечеть. А потом сходили в храм Божий, молились. И я там в мечети молился. Это вообще воспоминания такие. А вот надо... молиться? Ну, молиться. Там нас провела жена Муллы. Какая она грамотная. Она на четырех языках работает, два высших образования. Это вообще очень... А он на шести языках разговаривает. Грамотные люди. Вот. И он, притом, грузин. Грузин. Грузины принял ислам. И вот, интересно, там надо разуться. А у них на второй этаж поднимается-то. Ну, я разулся, а носки-то в дороге, да, износился, рваные. Я их спрятал и босиком пошел. Босиком поднялся. А у них между намазами и вдоль стен сидят эти ваххабиты-то везде. У кого ребятишки, мальчишки там. Ну, это так просто я смехом говорю. Вот. И как они на меня... А я зашел посередине, под самым под куполом-то и стал креститься. Помолился и потом последний поклон, последний поклон, как вот у мусульман. У нас такой же поклон земной, в землю головой. Ну, я так стоял, молился. Потом, когда я поднял, они вокруг меня кольца в три стоят. Как команду кто дал. Вокруг меня все собрались. Гляжу, суровые воины смотрят. Ну, я стал говорить, мы расстались как лучшие друзья. Они меня по плечу хлопают. Вот приехал тут остались. Вот понимаешь как? Это Господь делает так. Мы рассказали, как мы едем дорогой, как мы молимся. Если рядом работают мусульмане, нас в обиду никогда не дадут. Я говорю, они любят, когда люди молятся. Потому что я молюсь, от меня никакого зла нет. Мы сразу нашли общий язык с ними. Это я просто рассказываю о радостных событиях, какие были дороги. ночевали. Это интересная история. Это интересно. Это все у нас записано. Как в доме Мулы идет беседа. Я предложил послание к римлянам 6.23. Там написано так. Возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе. Первую половину мы на 100% согласились, что человек грешит, он смертник, он убийство, там разные дела. А вот вторую половину тут мы-то уже стали раскрывать. А у них лежит Тора. Библии две на столе. Православная наша Библия. Вот это вот. Вот эта Библия. Видите, какая у нас. А я Кораном занимался. У меня один том вышел, посвященный мусульманству. Полностью разбираю весь Коран по сурам и аятам в сравнении с Библией. И 1300 лет что о мусульманах было сказано, какие дела были, выступают писатели, политические деятели. У меня один том посвящен мусульманству. Было легко разговаривать, они разговаривают, а я как будто мусульманин с ними. Ну и показываем сравнение. В таком-то году так-то было, на каком основании. Ну беседа была не закончена, она обширная такая. Ну все это заснято и в интернете стоит. Если вы зарядите, во-первых, в Ютубе называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Она сразу откроется и там зарядить. В доме так, беседа с мусульманкой. Беседа с мусульманкой. Это очень интересно. А у меня такой вопрос. Вы сами читали Коран? Коран-то я не считал, а разбираю по сурам аятам. Вы не поняли. А, да? Я пишу том, полностью посвященный мусульманам и разбираю Коран до одной буквы. Я могу сказать, сколько там букв в сравнении с Новым Заветом. Насколько меньше Коран, чем наша Библия. Там 6,14. Эти данные нигде нет. Это мои исследования. Понял. Вот так. Так что они этого не знают. Мусульмане, я когда говорю, они этого не знают. Потому что это моя наработка. Ну, мусульман зеленый свет, так она у меня книги, все разного цвета. А мусульманам зеленым светом я сделал, чтобы в глаза сразу бросалось. Зеленые они любят. Да там ни критики, ничего нету, а просто данные. Данные. Вот такой-то аят, я считаю, то-то, то-то там. Вот сколько раз у них слово Марьям встречается, Мария, сколько у нас. Сколько у них Дуайт, сколько у нас Давид. Сколько у них встречается Ибрагим, сколько у нас Авраам. Это одно и то же, только в их транскрипции. Вот. Ну и... Отличие большое? А? Отличие между Библией и Кораном большое? А вот смотрите, сейчас, минутку, подождите, не уходите, я сейчас зайду, вам данные дам, а выручку приготовьте пока. Вы запишите данные, которых нигде нет, это мои, все, я пошел искать. Так, статистика, где же она у меня тут? Статистика полностью. Так, соблазн, так, так, подождите-ка, может быть, я и найду. Жалко, если не найду. Содержание, статистика Библии, вот она, нашел, статистика Библии, Библия, так, Библия, минуточку, АБВГ, Библию, писали, что ж такое, я не нахожусь, Сергий Митрополит, Апокалипсис, Библия, Библия и Коран. Вы меня слышите? Да, я слышу. Вот смотрите, я сейчас буду засчитывать вам, это у меня большой материал, очень большой материал, я много занимался этим. Вот. Считаем. Количество стихов аятов во всех 114 сурах, это главы суры, 114. Да. 6212 аятов, стихов, 6212, но у них два варианта Корана, в другом 6236. 6236. Вы своим, когда скажете, они будут знать. Теперь слов в Коране, слов, 77639, 77639. Букв в Коране, букв 554 тысячи, 554 тысячи, 202 буквы. Интересно? Да. А в Новом Завете у нас стихов 7955. 7955. Так, вот каков объем Корана в сравнении с Новым Заветом. В сравнении с Новым Заветом. В сравнении с Новым Заветом. У нас в Библии, это Ветхий Новый Завет. Ветхий в три раза больше. Вот, в Коране, я уже показал, сколько букв. А в Библии, это в Новом Завете, 612 тысяч, 909. 612 тысяч, 909. Вот. А в Коране 554, 202. Да. Так, а в Библии полной, в полной Библии, 3 миллиона, 172 тысячи, 512 букв. Коран меньше Библии, меньше Библии в 5 целых, 724 тысячных раза. В 5 целых, 724 после запятой. И меньше Нового Завета в 1,106 тысячных раза. А 1,106. Теперь, звучание, я насчитывал, насчитывал голосом. Нового Завета в записи 18 тысяч, ой, 18 часов, 21 минута, 19 секунд. 755 мегабайт. В Коране, соответственно, чтобы Коран насчитать, полностью просчитать, 16,47 часов. 16,47. То есть, Коран можно, если считать, там, по 4 часа в день, за 4 дня можно просчитать. И 679 мегабайт. Ну и дальше. Тут интересные данные. Теперь смотрите. Во всей Библии восклицательных знаков 2170. 2170. 2170. Восклицательный знак. А в Коране 3316. В Коране 3000. Вопросительный знак в Библии 3362. 3362. А в Коране 874. Так, теперь, в Коране слово Аллах встречается. В Коране 2799 раз. 299. Слово Евангелия Инжил 12 раз. 12. В Коране это все про Коран говорю. Господь 954 раза. 900. Сколько было? А? Инжил сколько было? Инжил 12 раз. 12. Господь 954. Это уже в Библии. Это все про Коран. Бог. Слово Бог в Коране 42 раза. 42. Милость. Милость. 240. Милость. 240. Милосердие 228. 228. Книга. Слово книга 115. Книга 115. Христиане. Христиане 15. Вот что интересно. Слово христиане 15. А в Библии слово христианин только три раза. Вот интересно. У мусульман в пять раз больше. Теперь многобожники 43 раза. Многобожники 43. Сотоварищи 91 раз. Сотоварищи. Сотоварищи. Слово Коран в Коране встречается 68 раз. 68. А вот теперь для сравнения. В Коране слово Ибрагим от Авраам встречается 70 раз. Слово Авраам 70 раз. А слово Авраам в Новом Завете 71 раз. И в Ветхом 168 раз. В Новом 171 и 168. Слово Иса Иисус в Коране встречается 107 раз. 107 раз. А слово Иисус в Новом Завете у нас 983 раза. 908. Исхак Исхак это сейчас скажу 17 раз. А в Библии Исаак 135. Библия полная с неканоническими книгами. 77 книг. Дальше Якуб в Коране 16. А в Библии слово Яков 433 раза. Но она больше по объему в 5 раз с лишним. Дальше Муса 136 раз в Коране. А Моисеев в Библии 825. То есть видите одно и то же имя но там другая транскрипция. Марья в Коране 34 раза. 34 и Мария в Новом Завете тоже 34. Вот интересно. Дальше Исраил Исраил в Коране 43 раза. Исраил это 43. А Израиль в Библии 2567. Так я дальше поясняю. Эти цифры даны не просто для интереса. Дело в том что автор Корана столько раз мог обратиться к первоисточнику. чтобы точно до буквы передать переписать в Коран все что он брал из Библии об Аврааме об Исааке об Якове об Израиле о Моисее о Марии об Иисусе о Давиде о Соломоне Сулейман которого называют. Вот о Соломоне это 9 раз. Вот посмотрите сколько раз эти имена встречаются в Библии и в совокупности 5216 раз. Вот эти имена встречаются в Библии 5216 раз. Я дальше поясняю. То есть автор Корана имел возможность 5216 раз обратиться к первоисточнику, чтобы труд его был неукоризненным и чтобы потом не обвинять подлинник, что он дениберен. Нужно еще сравнить Нуха с Ноем и описание потока. В Коране он упоминается 45 раз. Нуха. Вот так. Ну а я поясняю тут наше Псалом 18-11 Слово Божие. Слова о невожделении золота и даже множество золота чистого, слаще меда, капель соты. В Исшей Библии нет ничего и быть не может. Почему? Псалом 137-й 2-й стих. Поклоняюсь перед святым храмом Твоим. Это за 3000 лет до наших дней написано Давидом. И славлю имя Твое Божье за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Дальше. Сколько раз упомянуты в Коране библейские персонажи, указанные выше, минимум столько совершено ошибок по отношению событий, связанных с этими личностями по Святой Библии. 423 раза. Говорю только о том, что перефразируют библейские тексты. Мне, как христианину, совершенно нет дела до повести буддистов, язычников, но в Коране описываются как бы библейские события. Если протопоп Аввакум готов был умереть за один аз, то есть за буква притом не в Библии, то как мы можем ратовать за сохранение чистоту и неповрежденность Библии? Если мусульмане докажут, что упоминаемые герои веры не наши, а совсем другие, тогда вопрос снят. Но если речь идет в Коране именно о детях Бога и Его, то мы при всем желании не можем не только согласиться с написанным в Коране, но должны опровергнуть уже не иудейские, а арабские басни их мифологии. Ну и тут несколько мест писания. Любят ли мусульмане нашего Иисуса как Бога, как Искупителя, а не выдуманного Иисусу Пророка? Дальше. Учат ли, как учили святые апостолы Христовы? Если считает Коран глубоко верующий христианин и держит в памяти Библию, то у него появляется великая не познавших Христа Бога, не имеющих Библии источником света, светильником на пути, к которому они не обращаются, погибая в этом 2 Петра 11, 19, 27. Притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимым Духом Святым. Вот смотрите еще что, Матфея 5, 18. Ибо истинно говорю вам, доколе не предет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не предет, то есть не исчезнет из закона, пока не исполнится все. Притча 30 глав 6 стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Откровение 21, 8. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и долослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серы. Это смерть вторая. Вот такие данные. Да. Ну, вот все эти имена Мусса, Мусса, Иса, потом еще там именно Сулейман. Да, Соломон. Да, Соломон это что? Устьяне все они приходят и вот в этом в мусульманском мире тоже они есть. Ну, Ибрагим, Ибрагим, Абрам. Абрам, да, тоже пророк. Да, пророк, он пророк. Он называется правотец, патриарх. Его первый Бог избрал Авраама. И там написано так. Господь говорит, проклинающий тебя будет проклят, а кто благословляет, будет благословлен. И вот меня спрашивают, а вот евреи все захватили в России, как-то надо бороться с этим? Я говорю, надо. А какое оружие? Любовь. Мусульмане везде там, везде-везде бороться надо? Надо с мусульманами, а как? Любовью. Любовь. Ему в первую очередь помочь, оказать внимание. Другого оружия нам Христос не дал. Любовь. Мы вот дорогой ехали, к нам мусульмане оказывали любовь. Мы сбились, и там трудно было проехать. Мы не знали, где. Идет машина встречная. Мы остановили. Мы говорим, не знаете, как выехать на дорогу? Он говорит, вам не найти, говорит. Давай машину развернул, и вперед нас поехал. А мы не знаем, кто. Когда выехали, он подошел и говорит, я мусульманин. Я говорю, а как вас звать? Он на меня посмотрел, говорит, у меня отец вот такой же Аксакал. Но мы его поблагодарили, и говорим, Ахмат, мы за тебя будем Богу молиться. Ты нас вывел, мы теперь знаем дорогу-то где-то. И вот, видишь как, повернул назад машину, а я рассказываю это все. Рассказываю, потому что добро перед Богом ценно. Доброму человеку Бог открывает истину. Делающий добро идет к свету, а делающий зло боится света, потому что дела злые. Я не отрицаю ничего, я просто делаю сравнение, как христианин, и как... Вы, говорите, изменили. Они не знают, как переписывать. Переписывалось, когда Библия каждой строчке допишет, когда переписчик обязан считать буквы и на полях поставить цифру. Если три ошибки было допущено, свиток сжигается. Так, минуточку сейчас. Володя! Из больницы звонят браты. Они знают, в 4.40 встаем, а я наказал, тут и через стенку жена колотит, и чтобы я не проспал. Я очень боюсь. И когда меня в тюрьму посадили, я только просил одного. Господи, дай двух молитвы. Там подъем в 6, а меня ангел поднимал в 4. минута в минуту. А там же свет горит, время нету, ни часов. И я в день молился там по 5 раз, примерно по 1,5 часа. Так там все, и мусульмане, и все заказывали, я в суд иду, батюшка, помолись за меня. Ну, я молился там. Это Господь дал эту нам должность молиться. Я стою перед Богом, поднимаю руки, кланяюсь, молюсь Богу. Да. А вот вы можете просить до того человека и все, правильно? Так, повторите еще раз, я плохо слышу. Вы можете только просить до второго человека и все, правильно? минуточку. Это я стучу женами. Три человека в разных мест города звонят мне, чтобы я не проспал. Это я наказал. Я боюсь проспать, потому что с Богом интимная встреча в одно время должна быть. Молитва, полное чтение Слова Божия. Я от того, что впереди сказали, прошу прощения, так и не ухватил, что сказали. Вы говорите, когда люди шли на суд, что они просили вас, что вы попросили. Да, 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 там все, все просили. Они знали, что я молюсь и знали, что это не игра, меня за это посадили, я не преступник. У меня статья была 190 прим, но статье они приплили к политической. Я на Оленине написал о памятнике «Стоит в своей рот ощерев, помет у птиц подстаив голый череп». Вождь атеистов сонмище иуд собрались и брал интервью репрессированных. Это память, наша история. Да, да, да. Я печник, мне не давали работать, я печи делал, 40 лет печи. И у мусульман делал-то. Я поэтому их жизнь знаю мусульман очень хорошо. А еще у меня это природное. Мой дед, ну давай, иди сюда, иди на колени, ой, на колени охота. Так, дедушка у меня мамин отец Егор Иларионович, а мама у меня Мария Егоровна. И он жил на краю села, это Карповка, Тюменцевская района, Алтайского края. И через их село проезжали мусульмане. Все время они куда-то ездили, то ли покупали, я не могу сказать, слышали. Но, но они мусульмане, их никто не принимает, а кому они нужны-то? А дед мой их привещал, они у него останавливались, ночевали, обедал, он их кормил там, что, и они выезжали дальше. И вот он однажды, мой дедушка, поехал и попал на их аул. Они его с телеги стащили и на руках через весь аул и кричали, это тот человек, который нас принимал. Вот, понимаешь как, одет, это отдельные чашки, там посуда отдельная для них, все чистое, но у нас так положено, мы из староверов, с чужой кружки не напьешься. Видишь как? А правильно, правильно. А меня когда посадили, отправили же на ТАСС в Жамбульской области, я сидел с мусульманами, меня специально послали туда, чтобы я не мог разговаривать, я всегда изучал разные языки. Вот в армию прислали там туркмены, таджики, узбеки, ну еще там чурки, там всякое, а я занимался языками, по-немецки разговаривал, английский там, я сразу начал их языки изучать, так они около меня на шаг не отходили. Ну в армии-то армия, они незнакомые, а их там долбят. Вот. Мне просто Бог это дал, это не мое, это Господь дал, и теперь я уж еще не знаю, это было в 60-м году. А они, ребятишки такие интересные, у них один из них такой боевой был, и он за ними смотрел, прямо такой боевой-боевой парнишка был, мы с ним близко, а он их. Ты когда ходишь в туалет, так не держись за орган-то, чтобы анонизмом не заниматься. Один. А там держались свиней, и сало дают. И вот так вот. А они не берут, а брать надо. Начальник стоит, бери. Они вот так вот руку протянут, им сало вот так положат, он выходит, выйдет, вот так стряхнет, и снег. А русские сразу хватают. Я там мясо никакое не ем, вообще никакое. И поэтому мне это интересно все. А они держались. А ну они, видно, советские были, там Ташкент, там оттуда были. Такой строгости они не знали. Ну и смеялись. Он не знает, как положить или поставить. Русский язык трудный. И он говорит, я простень свою поставил на столе. Ну поставил это, стакан поставить, а книгу положить. Ну они смеются. А ребята-то ничего-ничего не знали. А тут помаленьку они стали подниматься. Тем более, одели в матросскую форму. Он, представь, моряк придет. А кого? Там моря-то не было. А мы не где-то, на Камчатке. И они сильно ценили эти тельняшки. Я вот вспоминаю все, как в жизни. А вы сами читали Библию, да? Нет, тогда Библии не было. Библии не было вообще. Я не слышал. Слово Библии я слышал, но впервые получил после армии. Уже 23 года мне дали. И в это время я работал на корабле и на берег сошел. И одна бабушка... А я любил бабушек. Вот интересное дело. Любил так бедный где-то что-то сэкономить, подать. Вот Господь меня на этом поймал. Бабка идет, две сумки тащит. Я подскочил, сумки в руки, а 23 года мне. Я много спортом занимался, языками разными. Выйду за границу, я домой не вернусь. У меня мечты такие были. И когда спрашивают, кем хотел быть, а террористом хотел быть с детства, коммунистом, отомстить, что они сделали. Вот интересно. А теперь я понял, когда Евангелие и так далее, я посчитал, что меня будут бить теперь. И теперь я пошел уже по тюрьмам, и Бог заменил меня и уверил в Иисуса Христа, что Он умер за меня, а был в меня кровью. Я другой. Я на молитву встал, 27-го было, сентября 1962-го, в 17-м году, в 17-м году. И когда я встал с молитвы, я на себя смотрю, это другой человек. Я совершенно сразу жизнь как отрубил. Только на корабль ступил, я сразу первого матроса, говорю, живем неправильно. За нас Иисус умер. Надо жить для Бога. Нельзя так жить. Вот только хватай, хватай. И вот оттуда начались мои скитания. Пришлось уйти, а дальше меня по социальной лестнице гоняли. Я прорабом работал. А после этого нигде меня не допускают. Характеристика отличная. А только что добился, в мореходное училище поступил, 14 человек на конкурс было, я прошел его. И добился разрешения, добивался. Три курса сдать за один год по выбору комиссии на одном из странных языков. Это ясно дело, что я шагал. А тут я понял, мне это ничего не надо. Я все связал и подпол. Теперь для Бога. Для Бога я должен жить. И я вот прожил 56 лет так, проповедуя. И Господь дал мне жизнь. Мне 80 лет. Заканчиваю жизнь. Уже я не думал, что так долго буду жить. Это Господь. Это Господь так сделал. Вот сегодня прощенное воскресенье. Надо припомнить врагов. У меня врагов столько, а друзей еще больше. Вот в интернете зарядишь, там кого только нету. Против. Против. Они не согласны. Они согласны, почему? Они Писание не знают. Я по Писанию говорю, почему в церкви продается то, другое. Не должно продаваться. Мы должны платить десятину за кят ваш, который есть. Сколько? Вот так. А этого нету. И все это за деньги. Я говорю, нельзя это делать. Надо десятину. Там общался вот тоже с парнем, вот здесь тоже в чате. Он татар. Он говорит, когда он служил, когда служил, у него там сотоварищ, вот тоже христианин, он говорит, умер. Мы, говорит, пошли в этот, чтобы хоронить его, там, дать дань. Он татар, он мусульманин. Он. Пошли, говорит, туда. Там, говорит, приходит святой отец. Он говорит, требует деньги, чтобы отмыть его. Чтобы отмыть, требует деньги. Он приезжает на такси, говорит еще, цепляет на себя бороду и идет туда. Зарабатывает, как на работу, говорит, так и ходит. У нас священник один, он, правая рука патриарха, Дмитрий Смирнов. И вот он в храме проповедует и говорит, вот подошла сестра, бабушка, и говорит, отец Дмитрий, можно вопрос задать? Он говорит, такой вопрос зададут, говорит, не знаю, еще ответить. Ну, давай. Вот так рукой махнул, давай. Она говорит, отец Дмитрий, вот я когда еду в церковь, я голосую, там транспорта нету, такси. Вот если едет мусульманин, он, говорит, меня довезет до храма, я ему деньги даю, а он не берет и говорит, ты мать, ты пришла молиться, там за меня помолись. А если русский везет, обязательно деньги возьмет. Вот. И вот говорит, ты бы наоборот, помог ей сумки донести, да поднялся, поэтому, говорит, здесь другие люди будут жить, которые лучше нас. Представь, в храме он это говорит. Говорит, я скажу, что он правильно говорит. Потому что, ну, нельзя так, вот дай, 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 дай. Вот мы были в одном месте, сейчас я могу, мой Каспийск, там, ну, и когда библиотека, там, Расула Гамзатова, кажется, называется, и библиотекарь, везде женщина, а тут мужчина. Ну, мы поговорили, по-хорошему, сфотографировались, а когда поднимались, стрелки написано, комнаты для намаза. Мы говорим, а можно там, знаете, он закрыт, он все, телефон взял, позвонил, и нам открыли. Мы разулись, зашли, и стали молиться. Помолились, помолились о мире для Дагестана, все, последний поклон, как у мусульман, у нас точно так же, и помолились своими словами, и пошли. А библиотеку в другом городе также стали искать, мы пока не нашли, а продавщица одна увидела нас, а что вы ищете? Мы говорили, библиотеку. Мы рассказали, что мы с Алтайского края, они нас в магазин, давай нам давать сыру столько, деньги не берут. Я говорю, да это деньги, не надо, это дорого. А что возьмете? Я говорю, если помидоры есть, у нас пост, пост, у нас свой рамадан, свой. Да, 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 я знаю. Вот. И они нам хлеба, и деньги не взяли. Мы с ними сфотографировались. Когда я приехал, фотографии эти сделали, я им послал туда поблагодарить. Вот, понимаете как, это все запоминается. Да, да, конечно. Вот у нас они когда где-то бывают, у нас отношение к ним точно такое же. Я это сел, ко мне это и возвращается. Это Бог делает. А как бы я был неверующий, ну еще бы. Тут ничего этого не было. Во-первых, я бы никуда не поехал. А мы проехали, не просто так. Вот я, когда мы были в Греции, там едет мусульманка, ну ее сразу видно, сидит за рулем, красивая женщина, хиджаби. А я вот так показал, я вот так вот, и поклонился, так сказать, посчитаю. Она заулыбалась, и мне тоже поклонилась. И все запомнилось. Мы у нас очень строго, мы православные, но у нас очень строго. Одеты как, как, у нас в храме ни одного шага не сделают, куда. Вот сегодня будет, молись на коленях, поклон большой, просить прощения. Это много труда на это положено, не просто так. Вот если бы мы знали Христа, как должно, мы для Бога делали. Для Бога все делали. Вот если вы думаете, на скайп, по скайпу бесед, Лапкин Игнатий, запишите себе. Лапкин Игнатий, я один с этой фамилией. И тогда по скайпу можете зайти, можете с друзьями, товарищами. Вы эти данные там все записали. Вы теперь покажете и скажете, вот каковы наши Коран-то? А вы даже не знаете. Это ни один мула не знает. Я эти цифры я сам не знал. Но я работал над этим специально. Вот это я написал. О, во-во-во-во-во-во. И вы, когда это скажете, скажите, вот объем какой, что вы не считаете Коран. Я мусульман, который Коран знает, почти не встречал. Они знают одно слово Аллах. Он кричит, Аллах Акбар, я говорю, Иисус Акбар. Иисус Акбар. Он три раза крикнул и замолк. То есть, Аллах Великий, а я говорю, Иисус Великий. Это такие люди, которые просто делают намаз, может, даже просто, некоторые даже не делают намаз, но говорят, что мусульмане. Но мусульмане чем отличаются? Они отличаются намазом. пятикратные намазы, помимо я. Я задавал вопрос. Вопрос мусульманам задавал. Я говорю, что у вас есть в вашей религии, за что надо двумя руками держаться? Они не могут ответить. Я говорю, вот, лестница на небе, намаз пятикратный. А мы молимся, у нас, вот мы, которая наша группа, мы семикратно, не считая утренней, вечерней. То есть, мы девять раз намаз совершаем. Девять раз. Это наше. А у нас есть определенное время. Правильно? Ну, у нас на работе-то не всегда получается. Если бы все вместе молились, тогда бы делал другое. А я один. Мы как-то ехали из России, ну, и там в горах, площадка такая, и наша газель. И остановился на газели один мальчишка. Вылез. Ну, видно, молодой-молодой, лет восемнадцать. И гляжу, вытащил свой достархан на него, встал и давай молиться. А мы тоже. У нас палатка два на два метра-то, и мы все молимся стоим. Нас три человека. Два миссионера и шофер, и собака. А к нему стали приставать там эти. Раз ты остановился, ты должен деньги платить. Он сразу собрался, уехал. А к нам подошли, у нас огромная собака. Мы с собакой выше, они от нас отстали. Там ничего, ни обслуги нету, ни ничего. Туалета хорошего нету. А они там решили на этом поживиться. Вот такие дороги наши события были. Ну что, у нас с вами сегодня утренняя беседа получилась, хорошая. Очень хорошая беседа, очень хорошая история. Вот, вы если запомните мою фамилию и имя, Лапкин Игнатий, вы по скайпу зайдете, по скайпу, или во свете Библии. Во свете Библии есть сайт, найдете на сайт. Если во свете Библии форум, на форум зайдете. Во свете Библии Игнатий Лапкин, это Ютуб. 14300 роликов. Понятно? Я был, создал лагерь детский, православный, один был в стране. И 45 лет был его начальником. И государство ни рубля не дало, и тысячи детей ему подняли. У меня отдыхали там и мусульмане, и кого только не было. Мы никого не принуждали. Он как молится, так и молись. Как тебя научили родители, так и молились. Но к концу сезона все молились с нами вместе в храме. Он ребенок видел. Почему? А я увидел, что вы всех любите. Он больше ничего. Но у нас строгая дисциплина. Не обижать, не обзываться нельзя. Я его накажу за это. Меня за это власти гоняли, а ничего не могли сделать. Это Бог защиту подал. Вот, когда напали на нас, хотели лагерь закрыть, а крыша немножко наклоненная, вот так это, где мы обедаем, на свежем воздухе-то. Своими руками все построил. Дети держат плакаты. Крещат, не заходите, чтобы в лагерь не заходили. А на плакате написано, коммунисты и людоеды, займитесь своей душой. Бог не в силе, а в правде. И они не могли к нам зайти. То есть, они не ломились. Это милиция, тут приехали разные органы, пожарники, санэпидемстанции. А дети стоят, не заходите, кричат на этих, на крыши. Залезли. Я в это время скрылся, молился только. Молился отдельно. А они здесь, и они отошли. В 98-м году было. За два месяца 15 краевых комиссий задушить, и ничего не могли сделать. Мы молились, и Бог защиту дал. Поганые статьи, в статье были, так сказать, в газете. Вот сейчас, в настоящее время, мне пришлось в черный список, с ютуба, 7,5 тысяч человек занести. Матеряться как угодно. Там продался мусульманам, продался там евреям на меня. Я не продавался. Я христианин. И вы видите, я вам не подыгрываю нигде. Я просто говорю, и вы не противоречите этому, потому что это практика, мне нельзя лгать. Мне нельзя. Ложь – это смертный грех. Ложь от дьявола. Очень большой грех это. Да. У вас называют шайтан. Да. Вот от него. Ну что, будем прощаться? Вас как звать-то? Меня звать Умар. Умар? Да. Умар. Я сейчас запишу себе, чтобы молиться о вас. Вот так. Ну, а меня вы знаете, Игнатий. Игнатий, да. Игнатий Лапкин, да. Лапкин, Лэ. Лапкин, Лапка. Слово Ла-Лапа, а так уменьшите Ла-Лапкин. Вот так. Хорошо, Всего вам хорошего, здоровья вам. Хорони Господь вас, и вам хорошего, не болейте здоровья, да. С Богом. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok